Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская область будет сотрудничать с Ростовской. Об этом во время встречи договорились губернатор Александр Соколов и Василий Голубев. Ростовская область интересна Кировской в первую очередь потому, что является лидером по машиностроению для сельского хозяйства. Сказал Соколов на еженедельном совещании в правительстве. В скором времени регион начнет также производить трактора. Россельмаш эвакуировал свой завод из Канады. Он сейчас достраивается. Ростову-на-Дону, в свою очередь, интересны удабления, которые производятся в Кировской области и лес, в частности, деревянное домостроение. Сейчас, по словам Соколова, начинается подготовка соглашения о сотрудничестве. Подписать его хотят на Санкт-Петербургском форуме. В Кирове предложили заморозить тариф на капремонт. Письмо с предложением об этом направили губернатору представителей рекотделения ЛДПР. Напомню, что в этом году тариф был повышен на 70 копеек. Теперь кировчане будут платить по 9 рублей с квадратного метра. А на следующий год, согласно уже подписанному постановлению, начислять будут по 9 рублей 80 копеек с квадратом. По словам депутата ОЗС Ольги Тырыкиной, подобные решения вызывают недоумение, так как на счетах фонда капремонта скопились миллиарды. Она считает, что пока ремонт городской недвижимости не сдвинется с мертвой точки, тарифы должны быть заморожены. Цитирую. Пока же недвижимы только собранные с жителей деньги, заключила парламентарий. В эфире экономика. Почти 400 миллионов рублей хотят привлечь в бюджет за счет неучтенной недвижимости. Сейчас в Кировской области разрабатывают программу, позволяющую ввести такие объекты в налоговый оборот. На данный момент в регионе более 160 тысяч...